Лев Гумилёв. Конец и вновь начало. Глава первая. Этнос. Его свойства и особенности. Человек в биосфере. Поставим вопрос так. Почему эта проблема нам интересна? Ведь простое коллекционирование каких-либо сведений никогда не западает человеку в голову и не вызывает интереса. И если уж мы учим что-нибудь и тратим на это силы, то надо знать для чего. Ответ будет прост. Человечество, существующее на Земле совсем немного, каких-нибудь 30-50 тысяч лет, тем не менее произвело на её поверхности перевороты, которые Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А это очень много. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени видоизменить и не в лучшую сторону землю, на которой живёт? Эта проблема актуальна для нашего поколения. Особенно актуальной станет она для наших потомков, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые ныне совершаются на всей Земле и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер один, то тогда незачем выходить замуж, жениться, рожать детей, ибо биосфера погибнет, и погибнут все дети. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать его историю. Человек, как существо биологическое, относится к роду хомо. Для этого рода при его появлении на Земле было характерно довольно большое разнообразие. Это касается и тех видов хомо, которые мы, строго говоря, не вправе считать за людей, а именно пятикантропов и неандертальцев. Питекантропус и хомо примигениус по латыни. Но я буду называть их общепонятными русскими словами. Эти два вида отличаются от современного человека так же, как осел от лошади или собака от лисицы. Однако у нас и у них были общие черты, которые весьма и весьма нас роднят. Эти первоначальные виды человека были тоже весьма агрессивны. Имели технику и знали огонь. И, кроме того, занимались каннибализмом, пожирали себе подобных, что другим животным не свойственно. Откуда они происходят и почему они исчезли, я не могу сказать. Гипотез по этому поводу много, но они совершенно беспочвенны и ничем не подтверждаются. Неандертальцы отличались от современных людей прежде всего ростом. Они были коренастыми, 155-160 сантиметров. Такие здоровые пузатые карапеты. И очень сильными. Ноги у них были короткие, бегали они хуже, чем наши предки, но черепная коробка у них была больше. Значит, больше пространства для мозгового вещества. Следовательно, они были умнее. Каменная техника у них была очень развита. Была и костяная техника, которая отрицалась до 30-х годов, но я сам лично выкопал в неандертальской стоянке костяную иглу. Значит, шить они умели. Очевидно, у них была очень высокоразвитая техника из нестойких материалов, потому что они могли убивать даже пещерных медведей. Они любили заниматься коллекционированием, коллекционировали черепа этих пещерных медведей, и складывали их в своих пещерах. Жили ли они в этих пещерах постоянно, или использовали их как музеи, сказать трудно. Я склоняюсь к тому, что они жили большей частью под открытым небом, а в пещерах иногда, когда им было это необходимо. Но, тем не менее, огромные скопления черепов пещерного медведя, до тысячи находятся в неандертальских пещерах. Надо сказать, что пещерный медведь был раза в четыре больше, чем наш медведь. Соответственно, он имел лучшие психофизические качества. Продолжение следует... Продолжение следует...